Великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов известен во всем мире. Его труды были переведены на 157 языков. Мастера слова почитают и в Казахстане, где ему было присвоено звание народного писателя. Демонстрация глубокого уважения к писателю стала и мероприятие, прошедшее сегодня в Бишкеке. Седьмой международный форум кыргызско-казахстанской интеллигенции посвящен 95-летию героя Кыргызстана, народного писателя Чингиза Айтматова. В мероприятии приняли участие представители научной и литературной интеллигенции, общественные деятели, исследователи творчества великого писателя, а также Турага Джорко Кенеша Нурланбек Шакиев и председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев. Кыргызские и казахские народы объединяет многое, в том числе и Чингиз Айтматов. Главная задача этого форума – укрепление наших дружеских отношений. Пусть представители нашей интеллигенции будут как казахские степи бесконечными и как кыргызские горы величественными. Данный форум проходит уже в седьмой раз. У наших народов много общего, в том числе схожесть языков и литературы. Произведения Чингиза Айтматова являются духовным мостом между кыргызским и казахским миром творчества. Мотивы казахской степи в произведениях Айтматова звучат не случайно. Писатель неоднократно признавался, что Казахстан так же близок к его сердцу, как и родина. Дружеские теплые отношения связывали мэтра со многими казахскими литераторами. А своим наставником Чингиза Акулович считал великого казахского писателя Мухтара Ауэзова. Наверное, любовь к казахскому народу, к казахской земле. Он очень хорошо описывает вот эту железнодорожную станцию, степь. Это с детства, потому что в 1937 году мы приехали из Москвы и стали жить в Таласской области, в селах, которые граничат с Казахстаном. И поэтому ему приходилось и работать, и общаться с казахами. Несмотря на богатое наследие, оставленное писателем, не все его работы были опубликованы. Директор Института языка и литературы имени Айтматова Абдулдаджан Ахматалеев сообщил о том, что к столетию писателя планируется выпуск неизданных его работ. Мы планируем выпустить в общей сложности 12 томов всех работ Чингаза Айтматова. Два из них будут состоять из работ, которые не были изданы по разным причинам. Какие-то не подходили к идеологии того времени, либо же, по мнению автора, не дотягивали до уровня его предыдущих работ. В рамках Международного форума Кыргызско-Казахской интеллигенции по случаю 95-летия со дня рождения Чингаза Айтматова, инициированного президентом Садыром Джапаровым, запланирован ряд международных и республиканских мероприятий с участием председателя Сената Республики Казахстан и ученых-исследователей. Сымых Мусаев, Чахшелых Исаков, ЛТР, Бишкек.